всем здорова продолжаем карьеру за челси сегодня у нас два матча у бабли и европы с маловой на выезде вот мы видим и с ян бойцом дома это будет второй матч наш состав выпустим с первых минут ухри так вот напоминаем что у нас состав из самых слабых игроков фифе но для их развития мы временно включили в состав индикоу микеля азара и это чтобы наши игроки росли быстрее давайте начинать выбираем формы смотрим настройки три минуты здесь ничего не поменялось поехали но состав малаги нашли с такой все видели ошибка случился есть момент удар вратарь спасает до хороший момент был шестого номера не видел кто это это угловой удар еще один момент учился не реализован да за пять минут два момента это сильно но 10 и 2 болезнь малаги не прошел и не вышел один на один фортарем бодро начали команды не вижу кто это аут кто будет сбрасывать даст будет сбрасывать баллиста челси пас на азара азар идет сам по лему флангу накручивают двух футболистов проходит сам нет не дали и то 0 0 продолжаем разговор пас вперед за пас на то нет не дают не дают этого развернуться сегодня может быть опасно очень опасно и вы все видели сами азар пас на ухре и то вот мячом и 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 опасно атака малаги здесь наш защитник подстраховала инди колота был на этом первый тайм заканчивается 10 пользу малаги статистика первого тайма на ваш экранах мы продолжаем мугре это да не идет пока игра учился так как они хотят назар с мячом идет сам проходит 1 2 3 удар и 11 вот так вот челси все-таки сравнивать счет сегодняшнем матче это назар забивает в очередной мяч кому как не ему брать сейчас игру сам на себя и и 11 атака малаги мухле по основу того этого отца нет не хватило тут чуть чуть ну азар но удар опасно да сейчас немножко не хватило эту назару вроде как пролетел мяч и да вообще просто рядом со штангой и счет стал 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 бы бы стал бы 12 но не стал не хватило чуть-чуть удача азару снова азар наук будет сбрасывать с малагом да очень напряженный матч очень напряженный матч сейчас мы смотрим здесь прессик не дал своих результатов пытаются прессинговать футболисты челси это хороший пас на него удар это был супер момент и снова он не реализован да что там не везет футболистам челси в этом матче много моментов пока один забитый мяч микель азар ухле пас на это нет не дают ему принять мяч очень сильно контролирует его передвижение по полю защитники малаги что было здесь здесь было нарушение правил не знаю где там судья это увидел девяносто первая минута до из маль заканчивается в ничью 11 вот такой вот непростой матч получился у челси есть первая добыта очков и европы смотрим статистику матча ну да по ударам учился лучше но однако владению мечом да и по многому чему еще а вот еще точно спасов у малаги лучшим в общем равна игра была смотрим оценки такие получил у нас ниже среднего все получили дан по семерке шестерки я смотрю тут в общем как то так и переходим сразу ко второму матчу посмотришь из турнирную таблицу нашей группы да она выглядит вот так вот да нужна на победа сейчас против ян бойс да сейчас будет очень важный матч состав мы не меняем только есть вот так поменять местами поехали всем известный стадион челси стаффорд бридж состав наш за ставим бойца нам не интересен мы пропустим у хрея в первый атаку однако нам тут и захлебнулось аут выкинули они навес не точный то в руки воротарю ну и футболисты челси пока играют тоже не точно азар паснаукрия все азар хватит ли сил убежать нет не хватает полузащитнику мекель азар разворачивается сам удар и 1-0 да развернул здесь атаку айден азар на 180 градусов и счет матче открыт 1-0 продолжаем разговор но если мы больше сейчас пытаются начать свою атаку кол окей азар сейчас пытаются футболисты челс играть в прессинг с контролем у футболистов и не бойся все в порядке длинная передача в надежде на это да это было в никуда сейчас будет перехватил инициативу вот опасно от подача выбить явно бой сыграет лучше глава удар еще одна опасная атака удар повезло сейчас челси что мяч не залетел в их не ворота да и на этом звучит свисток на перерыв смотрим статистику да она явно за ингбойс продолжаем второй тайм поехали да неважно сегодня играют челси пас на ухре ухре пытается выйти 1-1 с вратарем выходит удар промах вот это был момент очень опасный момент сейчас был ворот из честных счет стал бы 20 было бы попроще челси азар ухре пас на это это разворачивается идет сам удар да здесь прошел всех и закончилось поле и а а а и а Снова опасно, опасно ЭТО, ЭТО разгоняется, режет Угол, удар, еще удар, 2-0, вот так вот, атаковал, атаковал я в бой, а забивает Челси, с первым ударом вратарь справился, но ЭТО пошел до конца и на добивание забивает второй мяч, 2-0, сразу мы видим замену янбойца, здесь офсайд, неудачно разыграли футболисты, челси, штрафной, такое тоже бывает, пухрия, пас на Гарсию, Гарсия тут пытается обойти двоих, здесь не прошел пас на Азара, было бы опасно, вот сейчас зато прошел, и то Гарсия, Азар, идет сам, здесь не смог он уже третьего обыграть, Микель, Азар, удар, на месте вратарь, да, но как-то со вторым пропущенным мячом, поникли атаки, янбойца, ухрия, опасно было, но сейчас уже у Челси моментов больше, ну судя по всему, если сейчас в ближайшие 3-4 минуты, вот это опасный момент, выход 1 на 1, удар, да, можно было нападающему сыграть получше, но он выбрал вот такой вот вариант, и он не сработал, да, судя по всему, Челси сегодня не упустит победу, хотя все возможно, но я думаю, что вряд ли, слишком мало времени, уже идет 90-я минута, будем потихонечку поздравлять команду Челси, с набранием первых, ну одно очко у нас уже было перед этим матчем, с первой победой в Лиге Европы, да, звучит финальный свисток, победа 2-0, здесь пообщались игроки, великолепный план стадиона, вот сведения о матче, ну мы видим, да, что только по владению мечом и по точности пасов, у Лиге Европы лучше, во всех остальных показателях лучше у Челси, смотрим оценки, кто какие получил, вот такие оценки, 800 тысяч нам привалило сразу за один матч, да, напоминаю, что у нас слабые игроки, зарплата у них маленькая, поэтому бюджет у нас хороший, видим следующий матч у нас чемпионате Англии против Манчестера, посмотрим календарь у нас Манчестера, а потом, а потом у нас Кубок Англии, по-моему, да, да, это Кубок Англии, не знаю как называется клуб, но это будет потом, сейчас мы посмотрим турнирную таблицу Лиги Европы нашей, видим, что мы на втором месте, на первом находится Малага, но у Малаги три матча у нас два, поэтому как-то вот так вот все запутано, запутано у нас таблица, и только Астенда не имеет очков пока, посмотрим в другие группы, смотрим в Новеридж Сити, Рио Арви, Удинезе, Хитафи, Шласк, ну это Польша, Академика, ОХЛ, я даже не знаю откуда это клуб, но откуда вот он есть, Тромса и Эл, Штурмградс, да, какие-то команды тут присутствуют, я даже таких названий не знаю, ну ладно, бывают, такие команды, Рома, Фрайбург, Виган, Реал, Валидолит и Цурих, вот это хорошая группа, плотная такая группа, видим, что Рома тут на первом месте, это наша группа, смотрим дальше, Рапид, ПСВ, Фухен, и Сент-Джонс, и еще какая-то команда, ладно, потом разберемся, Викинг, Болтон, Витес, Базилии, Сенхаузен, по-моему, это из Шотландии, Латсо, Родо, Баруси, Минус, Глазбург, Реал, Сарагосса, и Мерс, вот это тоже ровная группа, такая добротная, здесь вот Манчестер Юнайтед присутствует у нас, тут вообще Манчестер Юнайтед, Рен, Порто, Милан и АИК, и у Милана проблемы пока, мы смотрим, да, у них 3 очка, 2 матча сыгранных, ну в общем, это были все группы, вот статистика игроков, наших, вот у нас здесь, ка наших игроков, вот результаты других матчей, ну на этом пока все, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, заходите в нашу беседу ВКонтакте, и всем хорошего дня, хорошего настроения, и всем пока!